Число бюджетных мест в региональных высших учебных заведениях страны увеличится. Сегодня необходима дополнительная поддержка университетов на местах. Об этом заявил президент Владимир Путин на совместном заседании президиума Госсовета и Совета при главе государства по науке и образованию. В его работе принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Система профессионального образования должна быть модернизирована, акцент на повышение конкурентоспособности вузов. Надо и дальше последовательно убирать вузы-пустышки. Таких ещё достаточно. Однако задача шире и сложнее, чем избавиться от подобных контор. Нам важно консолидировать ресурсный потенциал учебных заведений и научных институтов. И там, где это обоснованно, ставить вопрос об их юридическом объединении. Вместе с тем, ещё раз хочу подчеркнуть, речь идёт не о чисто механическом слиянии. Нужно найти такие решения, которые повысят престиж, научный статус и доходы преподавателей и профессоров в регионах. Регионам нужны высококвалифицированные кадры. На их подготовку в ближайшие четыре года будет дополнительно направлено 70 миллиардов рублей. Важно, чтобы эти деньги не были растрачены по мелочам. Федеральному правительству дано поручение реализовать целый комплекс мер, в том числе с опорой на нацпроекты. В городах, где вузы работают эффективно, необходимо создавать научные городки и дополнительные условия для студентов не хуже, чем в Москве или Санкт-Петербурге. Поддержать свои университеты смогут и сами регионы. Для этого им могут дать дополнительные полномочия. Такие полномочия необходимы регионам, потому что мы и сегодня поддерживаем нашу высшую школу и оборудованием, и выделением средств на укрепление теоретно-технической базы, в том числе и ремонты. Понятно, что если будет в законодательстве это урегулировано, это нам облегчит процесс поддержки вузов. Сегодня наши вузы активно заявляются в различные конкурсы, например, лидирующих исследовательских центров. У нас все наши вузы, которые заявились, я это лично сопровождал, в каждом конкурсе победили. Средние профессиональные учебные заведения тоже не останутся в стороне. Они должны восполнять дефицит рабочих специальностей. Олег Зверев, Вадим Быстров. События.